На этой неделе произошло важнейшее для всей Западной Европы событие. Германия устами своего канцлера признала полный провал мультикультурной модели. А потом и вовсе произошла маленькая сенсация. Ангела Меркель фактически поставила иммигрантам ультиматум. Либо вы интегрируетесь в наше общество, либо Германия обойдется без вас. Госпожу канцлер немедленно поддержала нация, пресса и большая часть политиков, которые уже давно требуют не пускать в Германию мигрантов из Турции и арабских стран. Так что, похоже, на наших глазах в истории Старого Света заканчивается очередная эпоха. О конце эры мультикульте. Александр Огородников. Ангела Меркель очень осторожный и очень политкорректный политик. И то, что она отважилась не просто заявить о провале иммиграционной политики, а даже поставить мигрантам ультиматум, говорит очень о многом. На самом деле коренным немцам уже давно надоело терпеть поведение гостей, которые ведут себя в Германии как хозяева. Сегодняшняя Европа – это Римская империя периода упадка. Она гибнет под напором варваров, под напором невоенным. Вандалы не разрушают Рим, они просто выталкивают из этой культуры европейцев. При этом почти половина преступлений, совершаемых на территории Германии, совершается именно мигрантами. Даже в самой образцовой Баварии, которая считается примером для подражания для всех других федеральных земель, 42% преступлений совершается вот именно приезжими и прежде всего мусульманами. Почти 8 миллионов турок и 2 миллиона арабов за последние 50 лет, по сути, создали в Германии государство в государстве. Практически во всех немецких городах образовалось огромное количество гетто, куда коренные немцы просто боятся заходить. Очень много насилия. Когда приезжаю, мне полицейские все жалуются, что очень сложно им с ними, что это первый раз всю их жизнь в Германии, что уже милиция боится въезжать в определенные районы, что раньше для них вообще немыслимо было. Но кроме этого есть еще одна проблема – экономическая. Дело в том, что Германия, пожалуй, слишком заботится о тех, кто приезжает в страну на ПМЖ. Иммигранты получают колоссальные привилегии. У нас вообще очень большая социальная помощь. В России все не понимают. Если там семья с двумя детьми, никто не работает, они получают 1800 евро в месяц. Представьте себе, в России никто бы не работал, если за то, что не работаешь, получаешь социаль 1800. Этот экономический балласт очень раздражает немцев. Мало того, что приезжие не принимают и не исполняют немецких законов, так их приходится еще и кормить. При этом у мигрантов зачастую просто нет стимула работать. Ведь сумма пособия в 1800 евро очень часто оказывается даже выше той зарплаты, что может получить мигрант, работая, к примеру, строителем или водителем такси. Германия устала, что называется, кормить вынужденных переселенцев. Или переселенцев, которые считают себя вынужденными. Социальные программы, которые существуют, необходимо сокращать. Эксперты отмечают, что, по сути, Ангела Меркель перешла на сторону тех немцев, которые ясно выражают свое мнение. Мы больше не хотим терпеть мигрантов, и нам надоела такая политкорректность. При этом, да, действительно, после Второй мировой в Германии не хватало рабочих рук. Иммигрантов стали зазывать всеми силами, и специально для них сделали крайне лояльные иммиграционные законы. Но немцы думали, что пройдет время, и иммигранты вернутся на родину. Однако законы, видимо, оказались слишком мягкими, иммигранты остались. Только теперь они уже устанавливают свои законы. Разумеется, что немцам с другой культурой и другой историей это, мягко говоря, не нравится. Эта история началась где-то в начале сентября, когда в свет вышла книга Тила Сарацина о том, что Германия самоликвидируется. Эта книжка вызвала очень большой резонанс, поскольку Тила Сарацина в своей теории использовал некоторые элементы, близкие к теории расизма. Книга члена правления Бундесбанка Тила Сарацина действительно произвела эффект разорвавшейся бомбы. Тема не нова, но крайне актуальна. Утрата германской идентичности в результате катастрофического наплыва мусульманских мигрантов. И все факты подтверждаются сухой статистикой, хотя и щедро сдобрены личным отношением автора. Я не хочу, чтобы в стране моих предков и моих внуков ритм жизни задавали муэдзины. Население говорило на турецком и арабском, а женщины носили хиджабы. Если мне захочется все это посмотреть, я возьму отпуск и поеду на восток. Я не обязан принимать того, кто живет за счет налогоплательщиков, не признавая кормящее его государство. Я также не считаю разумным заботиться об образовании его детей и плодить тем самым новых девочек, закутанных в паранжу. После публикации книги Сарацина отстранили от должности, а все остальные чиновники осудили автора книги за радикальные мысли и выводы. Между тем, в самом немецком обществе эта книга пошла, что называется, на ура. Уже очень многие стали понимать, что кормить мигрантов и подчиняться их правилам на своей же земле уже просто нельзя. Наверное, самые наивные из идеологов вот такого процесса полагали, что со временем турки станут немцами. Это не так. Скорее, немцы станут турками. И это сказано не для красного словца. Берлин, согласно выводам социологов, является вторым после Стамбула городом по количеству лиц турецкой национальности. И эти лица живут по своим правилам, как и огромная арабская община. У них есть такие вот явления, как убийство чести, когда они могут убить молодую девушку, которая не дождалась свадьбы и оказалась неверна своему будущему супругу. Это вызывает волну возмущения. И эта волна сейчас захлёстывает не только Германия, но и Австрию, Голландию, Англию, Италию и подступают к до сих пор спокойной Скандинавии. И неудивительно, что сейчас все чаще в Европе вспоминают, что есть страны, которые очень трепетно себя охраняют от мигрантов. Есть страны с очень жёстким миграционным законодательством, например, Япония, которая вообще мигрантофобна. То есть мигранты вообще не допускают с неё территорию. Европа же имеет довольно политкорректную политическую систему. И вот сейчас эта противоречия между политкорректной и политической системой вступила в прямой конфликт с экономикой. Возможно, именно сейчас европейский эстеблишмент поймёт, что больше сдерживать народное недовольство нельзя. Можно не заметить 2-3% негативно настроенного электората. Но очень сложно не замечать, когда серьёзно настроен сократить миграцию из мусульманских стран каждый третий избиратель. И в блогах всё чаще появляются вот такие истории. В Франкфурт-на-Майне городской автобус. Сидит компания из пяти-шести молодых турков и довольно громко обсуждают демографическую ситуацию в Германии. Мол, а в таком-то городе наших уже столько-то сотен тысяч, а в таком-то столько-то. До нас тут уже несколько миллионов, да мы скоро всех немцев отсюда выживем. Автобус приближается к остановке, с места встаёт бабушка, типичная такая немецкая бабушка. Тросточка в руках идёт к выходу, а по пути останавливается около компании турков и спокойно так говорит. А когда-то в Германии было 6 миллионов евреев. Автобус останавливается, бабушка выходит, в автобусе тишина. Разумеется, что турков, арабов и прочих мигрантов участь жертв хрустальной ночи не постигнет. Но сейчас даже политики стали задумываться о том, как стоит себя вести и немцам, и мигрантам. Ведь если просто оставить всё как есть, сосуществование коренных жителей и приезжих может перестать быть мирным. Александр Огородников, Александр Черенок, Даниил Гималов, Екатерина Симонович, Юрий Ивашкин в Центре Событий.